Темы выступлений на конференции, которая состоялась в Щелковском историко-художественном музее, были посвящены археологическим исследованиям северо-восточного Подмосковья. В музее собрались ученые-краеведы, которые подготовили доклады о новейших археологических изысканиях, проводившихся на территории нашего муниципалитета и соседних. Поскольку археологи работают с землей, они, естественно, находят следы пребывания здесь человека. Самыми древними следами пребывания здесь человека на нашей земле являются находки эпохи неолита, позднего каменного века, V-III тысячелетий до н.э., ну и более позднего времени, Бронзового века, Раннего Железного века и, конечно же, Средневековья. Основной доклад на конференции был посвящен археологии Щелковской земли и ее значению для изучения предыстории Москвы и Московской области. В выступлении доктора исторических наук ведущего научного сотрудника отдела археологии Московской Руси Института археологии Российской академии наук Сергея Чернова рассказывалось о расположенном рядом с Фряново-Могутовском сфрагистическом комплексе XII века. Это уникальный археологический комплекс, и его значение стало ясным после находки свинцовых вислых печатей XII века. И вот об этом пойдет речь на конференции. И это показывает, насколько мы обладаем каким уникальным наследием, которое, так сказать, влияет на трактовки ранней истории Московской земли. На конференции были представлены новые материалы археологических исследований, проведенных по проекту Щелковского историко-художественного музея Загорянской археологической экспедиции, в ходе которой изучались памятники и древние поселения вдоль реки Клязьмы. Также шла речь о новых фактах и находках, обнаруженных историками и археологами в Боховом стане, располагавшемся в XVI-XVII веках на территории нынешнего Королева рядом с Клязьмой. Как известно, Клязьма служила такой дорогой для славянской колонизации, служила вообще в древние времена дорогой, по ней передвигались и торговые караваны, и войска шли, и, соответственно, по берегам Клязьмы находятся археологические памятники. К сожалению, это не здание, к ним нельзя подойти и посмотреть, это земля. Но на самом деле у нас остались, ну, где-то остались валы вокруг городов, где-то остались курганы, вот у нас тоже есть такие небольшие курганчики. И это позволяет заглянуть в историю на тысячу лет назад. Щелковский историко-художественный музей проводит в своих стенах такую археологическую конференцию впервые. Ее научное и прикладное значение велико. Мероприятие будет играть важную роль как для изучения истории нашей малой родины, так и для развития Щелковского туристического кластера. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение. Продолжение следует... Продолжение следует...